Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Мандельо Ля-Напуль состоит из церемонии поминовения жертв геноцида армян. Уроженцы Западной Армении Анна Тер-Фартанян. Армянская идентичность, армянские сироты. Бои с самообороны Сасуна. Свидетельства переживших геноцид армян доступны в Ереване. Сегодня мы сталкиваемся с потерей нашего исторического ландшафта. Министерство науки, культуры и спорта Арцаха. Председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, Армянский союз Мандельо Ля-Напуль, Сиест Армян Западной Армении, Ассоциация французских борцов с сопротивлением по вопросам ветеранов и армянского происхождения приглашает принять участие в церемонии поминовения жертв геноцида, совершенного против армянского народа. Церемония состоится во французском городе Мандельо Ля-Напуль в понедельник 24 апреля 2023 года в 11.00 под почетным председателем мэра города Мандельо Ля-Напуль Себастьяна Леруа в присутствии депутата морской пехоты Альп Александр Мартин. Адрес – площадь Армении Мандельо Ля-Напуль напротив Хачкар. Церемония состоится в соответствии с протоколом. Уроженцы Западной Армении Анна Тервартанян. «Я армянка, но я никогда не была на родине. Я очень надеюсь, что однажды осуществу мечту своих родителей и посещу Армению», сообщила Анна Тервартанян, первая женщина, верховный капитан ВМС США. Родители Анны Тервартанян были беженцами, спасшимися от геноцида, которые в конце 1918 года прибыли из Харберта в Детройт, штат Мичиган, США. Отцу Матевосу Тервартаняну было 27, матери Арусяк Галустян – 21, когда родилась их дочь Анна. Во время Второй мировой войны была зачислена военно-морской флот страны по программе «Женщины для экстренной добровольческой службы», преодолев многочисленные вызовы во время военной службы, благодаря своей настойчивой дисциплине сумела сослужить уважение коллег. За безупречную службу Анна Тервартанян была награждена национальной медалью обороны и другими орденами. Будучи образцовой женщиной военным, она известна как человек, который проложил широкий путь для поступления женщин вооруженной силы Соединенных Штатов. По окончании службы в военно-морских силах Анна Тервартанян была переведена в ЦРУ в качестве младшего аналитика, затем заняла должность специалиста по контрразведке. Детали службы, осуществленные в управлении, до сих пор держатся в секрете. В одном из интервью Тервартанян сказала «Там мне было приятно работать, я была аналитиком по Ближнему Востоку, на этом все». Анна Тервартанян много путешествовала с официальными визитами, посетила Египет, Тунис и Алжир. Несмотря на сильное желание побывать в Армении, ей так и не удалось посетить родину. Скончалась 4 августа 2011 года в возрасте 90 лет, захоронена на Арлингтонгском национальном кладбище. Османские власти раздали мусульманам не только армянских детей-сирот, но и тех, чьи родители были живы. Во время изгнания депортированных армян Марзвана, Амаси и Токканна, государственные чиновники отделили детей от караванов, приказав депортированным родителям продолжить дорогу. Затем распространили заявление среди мусульманского населения окрестных деревень, в котором говорилось «Приходите и выберите себе понравившегося армянского ребенка». Заинтересованность османских руководителей забрать армянских детей в турецкие приюты была обусловлена желанием исламизировать и ассимилировать их, поскольку в те годы на территории Османской империи действовали европейские, американские, миссионерские приюты. Активную деятельность в вопросе тюркизирования армянских сирот развернул один из главарей молодотуров Джималь Паша, по инициативе которого в Ливане в Изиутском монастыре Айн-Тура был основан сиротский дом, где собрали около 1200 армянских детей с целью исламизации и тюркизирования. Из воспоминаний сирот, переживших геноцид, становится ясно, после поражения, когда турки бежали, они поручили фармацевту сиротского дома Ризе Бею отравить еду и убить всех детей сиротского дома. Однако тюркизированный болгарин Ризе Бей не совершил этого преступления, рассказав об этом дальнейшем одному из воспитанников приюта, которого случайно встретил в Константинополе. Примеры известной вооруженной борьбы с западной Армени против турецкой диктатуры включают восстание Сасуна 1894 и 1904 года, самооборону 1915 года. В 90-х годах XIX века османские власти с целью устранения независимого положения армян Сасуна спровоцировали армяно-курдские столкновения. В 1894 году турецкое правительство создало вокруг Сасуна военную зону, объявило военное положение, передав руководство войск Зеки Паша. Сасунцы во главе с Мурадом Мецен готовились к самообороне. В упорных боях 14 и 15 апреля 1904 года в окрестностях села Меркер армяне вынудили врага отступить, однако был открыт артиллерийский огонь. Через два дня турецкие войска перешли в наступление, используя 12 пушек. Героическая защита Сасунцев и мешательство великих держав вынудило султанское правительство временно отказаться от намерения истребить армян Сасуна. Самооборона Сасуна 1915 года была борьбой Сасунцев за существование в период геноцида против армян. Первая мировая война дала возможность правительству Мандатурок осуществить программу окончательного подавления Сасуна и уничтожения армян. Сасунцы готовили к самообороне, имея только тысячи боевых и охотничьих винтовок. Армяне под давлением турецко-курских сил и артиллерийского огня отступили к горе Андок. Подавив защитников Сасуны, были убиты более 45 тысяч из 60 тысяч армян, остальные спрятались в горах и ущельях. Весной 1916 года, когда русские войска завоевали муж, несколько тысяч сосунцев спустились с гор и спаслись от резни. Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные 18 апреля 2023 года, в очередной раз демонстрируют его стремление подорвать усилия армянской стороны и международного сообщества, направленные на восстановление мира на Южном Кавказе. Как сообщает Армен Пресс, об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Республики Армении. Своими заявлениями Ильхама Алиева демонстрирует открытое пренебреждение к различным международным партнерам в присутствии и последничестве которых Азербайджан признал территориальную целостность Армении и взял на себя ряд четких обязательств, в том числе демаркацию границ между Республикой Армении и Азербайджанской республикой на основе автоматической декларации и о создании международного механизма для решения вопросов прав и гарантии безопасности народа Арцаха. Более того, своими заявлениями президент Азербайджана открыто признает факт спланированной агрессии и оккупации суверенных территорий Республики Армении, а также раскрывает свои намерения подвергнуть населению Арцаха этнической чистке. Президент Алиев открыто высказывает угрозы в адрес мирного населения Арцаха, проживающего на своей родине. С заявлениями политического руководства Азербайджана был вдохновлен азербайджанский военнослужащий, который несколько дней назад незаконно вторгся на территорию Республики Армении и преднамеренно жестоко убил гражданина Республики Армении, сообщив об этом азербайджанской стороне. Мы убеждены, что после этого заявления президент Азербайджана в международном сообществе не может вызвать сомнений тот факт, что эти вышеупомянутые преступления были организованы на государственном уровне. Вместо поиска стабильных и долгосрочных решений проблем, накопившихся в регионе годами, Азербайджан пытается продвигать свои экстремистские амбиции путем применения силы и угроз силой. Армянская сторона неоднократно предупреждала о дестабилизирующих перспективах проводимой Азербайджана политики и обращала внимание международного сообщества на опасность такого введения дел для миропорядка, основанного на международном праве, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Армении. Собрание устных историй геноцида армян, являющееся одним из старейших и постоянно обновляемых проектов Института Зориан, передано в Центр устных историй Института Зориан Американского университета Армении. Арменпресс об этом сообщили в Институте Зориан Армении. Собрание включает более 750 рассказов переживших геноцид армян, которые теперь доступны в Армянском университете Армении всем студентам, профессорам, исследователям и ученым, проживающим в Ереване или посещающим его. В рамках работ, выполненных в Центре устных историй Института Зориан студентам Американского университета Армении была поручена работа под транскрипцией перевода интервью, проведенных в рамках программы устных историй 44-дневной Арцарской войны. Цель по-прежнему та же – перевести интервью на английский язык и сделать доступным для ученых и исследователей по всему миру. Напомню, что в 2018 году Институт Зориан подписал с Американским университетом Армении «Меморандум о взаимопонимании для создания Центра устных историй Института Зориан». 18 апреля в Международный день памятников и достопримечательных систем Министерства науки, культуры и спорта Арцаха выступило с заявлением. Историко-культурные памятники, являющиеся свидетелем нашей многовековой истории, подвергались набегам и насильственному освоению со стороны врага. К сожалению, 44-дневная война также несла большой удар историко-культурному наследию Арцаха. До 2020 года в Арцахе было зарегистрировано около 4118 памятников, сегодня около 2000 остались на оккупированных Азербайджаном территориях, в том числе около 169 церквей, монастырских комплексов и часовен. Под контроль врага также перешли наши историко-культурные заповедники. По вопросу сохранения памятников на оккупированных территориях было направлено множество писем, соответствующие структурой, призванных заниматься охраной памятников в зоне конфликта. Однако до сих пор реальных практических шагов не предпринято. В поствоенный период враг не упускает возможности уничтожить и исказить наше историко-культурное наследие, которое является свидетельством нашей идентичности. Сегодня мы сталкиваемся с потерей нашего исторического ландшафта, что также является серьезным вызовом. Мы будем продолжать борьбу на международной арене, представляя факты вандализма, совершенного врагом в отношении нашего культурного наследия. Прежде всего, наши историко-культурные памятники нуждаются в защите и заботе каждого из нас. Мы просто обязаны передать дошедшее до нас веками историко-культурное наследие следующим поколениям, как свидетельство нашей истории и идентичности. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Звучит музыка Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok